Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 22 июня. По традиции анализируем валютные пары евро-доллар, фунт-доллар и доллар против японской иены. Предварительно по евро-доллару и фунт-доллару мы можем ожидать окончания коррекции и начала развития новой фазы восходящего тренда. Твердых оснований для этого пока нет, поэтому тут важно дождаться более уверенных сигналов, о чем можно будет говорить в скором времени. Что касается японской иены, то нисходящее движение тут продолжается. Сейчас можно наблюдать паузу в тренде, но надо полагать, что движение в скором времени возобновится с новым импульсом. Итак, евро пошел по сценарию, но ожидаемых целевых точек достичь не смог. С момента последнего обзора цена выросла немного выше сопротивления на 1.1283, но почти сразу вернулась ниже и начала снижаться дальше. Однако структура движения была зигзагообразная, что намекает на ее коррекционную природу. Целевой уровень на 1.1145 достигнут не был, цена остановилась немного выше этого уровня и сейчас совершает попытки вырасти. Полагаю, нисходящую коррекцию на это можно считать завершенной. Если цена закрепится выше промежуточного уровня сопротивления на 1.1230, можно будет предварительно ожидать новые фазы восходящего тренда. Что касается актуального графика, собственно сигналом к началу движения станет пробой с проецированной нисходящей линией тренда, точкой пересечения которой является как раз уровень 1.1230. Окончательное закрепление выше этого уровня уже позволит цене направиться к ближайшим целевым уровням на первой отметке 1.1283, а при его успешном преодолении возможно достижение уровня 1.1368. Также нельзя полностью исключать и вероятность ретеста текущего уровня поддержки расположенного на 1.1169, что также не отменяет основной сценарий. Окончательная отмена данного сценария наступит при пробое и закреплении ниже разворотного уровня на 1.1145. Британский фунт также пошел по ожидаемому сценарию, но своих целей также не достиг. На прошлой неделе цена выросла не только выше сопротивления на 1.2581, но и вышла за пределы разворотного уровня на 1.2639, попытавшись закрепиться выше. Однако попытка закончилась неудачей и пара начала снижение. Первая цель на уровне 1.2287 достигнута не была, пара остановившись примерно на отметке 1.2350 сейчас подает сигналы к развороту. Учитывая эти обстоятельства, вероятно в скором времени можно стать свидетелями нового витка восходящего тренда, так как появились первые предварительные признаки окончания коррекционного нисходящего движения. Что касается актуального графика, сейчас нельзя полностью исключать вероятность ретеста последнего локального минимума на 1.2339, где расположена текущая поддержка, только в случае отбоя от которого можно будет получить первый серьезный сигнал на окончание коррекционного снижения и начало восходящего тренда. В этом случае пара направится к первой цели в районе отметки 1.2581 и потенциальным проходом до 1.2639. Отмена сценария состоится при пробое и закреплении ниже разворотного уровня на 1.2287. Ну и вот японская иена продолжает свое укрепление против доллара США. Пара снизилась в соответствии с прошлым прогнозом, но целевых точек пока не достигла. Полагаю, данное обстоятельство временное и достижение целевых точек только вопрос времени. Сейчас цена тестирует уровень предыдущего локального минимума на 1.0670, где очевидно находится серьезная поддержка. На продолжение нисходящего движения здесь намекает довольно плотное тестирование этого уровня и нежелание расти, судя по структуре движения. Очевидно, что волатильность экстремально снизилась, что является предвестником будущего сильного импульсного движения, свидетелями которого мы в скором времени вероятно и станем. По актуальному графику целевые уровни для достижения остаются такими же. Текущее сопротивление, ретест которого возможен, но не обязателен, теперь расположен немного ниже, на отметке 107.33. В случае теста и отбоя от этой области направит цену к отметкам на 105.99 и 105.73. В свою очередь пробой сопротивления и рост в области разворотного уровня на 107.81 даст сигнал на отмену текущего сценария. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.